Специально для сообщества Elder Council ВКонтакте и групп ВКонтакте, так или иначе посвященных Скайриму или всей серии Тес в целом. Итак, поехали! Вопрос первый. Является ли Шиагорат из квестов Скайриме чемпионом Сиродила, то есть главным героем Тес-4 Обливион? Если кто не в курсе, то в четвертой части, в конце дополнения Дрожащие острова, Принц Безумия нарекает главного героя новым Шиагоратом, а сам остается в образе Джигалага и отправляется в странстве по водам Обливиона. Но некоторые игроки не хотят соглашаться с тем, что герой, которым они играли, это и есть Принц Безумия из пятой части. Мол, Шиагорат все наврал и никаким принцем Даэдра чемпион Сиродила не становился. Но на самом деле Шео из Скайрима это действительно протагонист четвертой части, что подтвердил сам актер, озвучивавший Шиагората. Также в разговоре с Принцем Безумия в процессе квеста, тот упоминает кучу различных событий, происходивших на глазах у чемпиона Сиродила по ходу сюжета Тест 4, что не оставляет никаких сомнений. Второй вопрос. Может ли Давакин из пятой части заявиться в столицу империи и на правах последнего дракона рожденного стать новым императором? Ну, логика в этом вопросе видна, ведь кроме нашего протагониста к 201 году четвертой эры дракона рожденных героев больше не осталось. Мирака мы в расчет, конечно же, не берем, так как он злодей и к тому же был нами убит. Как вы знаете, все династии императоров Сиродила были дракона рожденными, ибо только они могли носить амулет королей и с помощью него возжигать драконьи огни в храме единого, что удерживало барьер между Нирном и Обливионом. И теоретически наш Давакин, конечно же, способен надеть амулет королей и положить начало новой династии, ведь его становление в пятой части в некоторых моментах напоминает судьбу самого Тайбера Септима. Только вот тут возникают два нюанса. Первый из них заключается в том, что в драконорожденных императорах рубиновый трон Сиродила больше не нуждается. Во время кризиса Обливиона амулет королей был разбит. В то же время Мартин Септим, сделавший это, сам стал новым камнем башни Белого Золота, теперь навечно сдерживающий барьер с Обливионом. После этого события уже на протяжении 200 лет империя спокойно терпит правление династии Мидов, захвативших власть силой, а не драконорожденным происхождением. Барьер, как уже говорилось ранее, до сих пор стоит запечатанный благодаря жертве Мартина, и в ожигании драконьих огней необходимость отпала. Второй нюанс делает возможность становления Давакина императором еще более маловероятной. Давакин, как и чемпион Сиродила, как Неры Варин и остальные главные герои других частей серии, это с большой долей вероятности люди ненастоящие, то есть у них нет никакого прошлого. В тюрьме они оказываются в начале игры не за какие-то реальные преступления, а телепортируются туда незадолго до начала игры, по типу терминаторов, даже без знаний об окружающем их мире. Это можно понять по разговору клинков с императором Уриэлем Седьмым в начале четвертой части, когда они недоумевают, как это заключенный мог внезапно быть посажен в камеру, если сегодня утром здесь должен был пройти император через тайный ход. Также на это намекают и начальные события Скайрима, где сам факт спонтанного заключения и последующей казни при отсутствии героев в списке, в отличие от того же Конокрада Локера, наводит на мысль, что что-то здесь нечисто. Вообще большинство главных героев являются воплощениями богов или легендарных героев. Нереварин был реинкарнацией святого Неревара. Чемпион Сиродила и Довакин, по популярной теории, являются аватарами Лорхана, что подтверждается многими событиями из игр. Этим и можно объяснить спавн души бога в физическом теле, в тюрьме или чем угодно, в начале каждой части. Хотя были среди таких аватаров примеры верховных королей и даже императоров. Взять тех же Вулфхарта и Талоса. Но даже у них было то, чего нету тех, за кого мы с вами играем. А именно, определенность. Ведь никто не отменяет возможность создать главного героя абсолютно любой расы Тамриэля, любого пола и присвоить ему любое имя. Из-за этого главных героев в книгах Тесс практически не упоминают, называя их только Нереварин, Довакин и так далее. Поэтому сами подумайте, как может сидеть на троне персона, у которой неопределенный пол, неопределенная раса и неопределенное имя. Придется тогда разработчикам в новой части установить каноничное имя пол и расу Довакина, что очень расстроит многих игроков, которые играли другим персонажем. Поэтому ответ однозначный. Именно главный герой пятой части императором стать не может. Третий вопрос. Куда после смерти попадет душа Довакина, если он драконорожденный, оборотень, вампир, слышащий матери ночи, соловей, ноктюрнал и так далее? Чтобы разрешить для себя этот вопрос, вы должны знать одну фанатскую теорию, которой придерживаюсь и я в том числе. Наши главные герои на самом деле по лору участвуют только в событиях основного сюжета, а также сюжетных DLC. Все побочные квесты, такие как Темное Братство, Гильдия Воров, Коллегия Винтерхолда, внутри истории этого мира проходятся совершенно другими личностями. А возможность игрока их пройти обусловлена лишь вполне логичным присутствием в каждой игре дополнительных квестов, чтобы у нас было желание подольше исследовать этот мир. Ну и естественно с целью показать определенную историю, которая в любом случае является частью лора, вне зависимости от того, кто ее проходил. В пользу этой теории можно привести одну книгу из Скайрима, которая называется «Руководство умелого вора». В ней автор книги, вор по имени Вульф Мартиневой Плащ, говорит, что именно он стоял за похищением древнего свитка из башни Белого Золота. Хотя, как мы помним, этот поступок совершает главный герой четвертой части в финале квеста в Гильдии Воров. Конечно, можно сказать, что этот вор просто присвоил себе чужую славу, но возможно и то, что на самом деле главные герои участвуют только в основных квестах. Ведь по логике любого мира, быть одновременно главарем воров, убийц, магов и еще кучей других гильдий невозможно. И все эти возможности обусловлены лишь игровыми условностями. Теперь перейдем непосредственно к вопросу. Логично предположить, что душа Довакина после смерти останется в апокрифе, царстве Хермеуса Моры. Ведь по событиям Драгонборн мы становимся новым чемпионом демона знаний, а это было последнее DLC для пятой части. Как мы уже разобрались в первом вопросе, это правило сработало с чемпионом Сиродила, который после событий последнего DLC для Обливиона остался Шеагаратом. А потому и Довакин должен остаться в апокрифе. Ну что ж, на этом у меня все. Надеюсь, что в этом ролике я наконец-то ответил на мучающие многих из вас вопросы. С вами был Эш Кинг, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!